Мясо и высосанный из расколотых камнями костей мозг богаты жизненно необходимыми белком и жирами, а съесть их гораздо легче, чем требующий неустанного пережевывания волокнистые корнеплоды и орехи. Зубы и жевательные мышцы у гоминин, которые стали питаться мясом и жиром, уменьшились. Сэкономленная на питании энергия пошла на увеличение мозга, сэкономленная на сборе и пережевывании пищи время на другие занятия. Но проблема голода никуда не исчезла. В праздные минуты гомининам вполне могло бы прийти в голову, что мясо должно быть более сочным, если его поймать свежим, а не довольствоваться изрядно пожеванными остатками чужой роскоши. А еще они научились лучше делать каменные орудия, но главное, они сделали открытие не менее революционное, чем их уже не очень близкие лесные предки, когда научились прямохождению. Гоминины научились бегать. Появление человека Кайнозойская эра Неогеновый период Эпоха Плеоцена Началась 5 миллионов 333 тысячи лет назад Закончилась 2 миллиона 588 тысяч лет назад Первые каменные орудия Разделка туш Формирование Панамского перешейка Ухудшение климата в Кайнозойскую ледниковую эру В Африке появляется рот Формирование хомо сапиенс и неандертальцев Максимумы последнего оледенения Начало эпохи Голоцена Глава 10 Глава 10 По всему свету Более 50 миллионов лет Климат Земли постепенно портился И вот, наконец, наступил кризис Он был вызван сочетанием целого ряда факторов На далеком юге Циркумполярное течение Перекрыло антарктический источник холода На крайнем севере Сходящиеся континенты Устроили ледяной ад северному Теперь уже ледовитому океану Но это еще не все Погребальный звон Раздался из космической выси Нет, это не был внезапный удар Подобный убившему в своем огне Племе динозавров Напротив, изменения параметров Земной орбиты вначале были почти незаметны Подобные изменения происходили всегда Но на жизнь обитателей планеты Практически не влияли На сей раз все будет иначе Земля движется вокруг Солнца Не по идеально круглой орбите Наша планета описывает в космосе эллипс Будь орбита круговой Расстояние от Земли до Солнца Сохранялось бы неизменным Раз орбита эллипс То расстояние до нашей звезды Постоянно меняется в течение года То чуть больше, то чуть меньше Такое отклонение от идеального круга Называется эксцентриситетом И обусловлено гравитационным Взаимодействием Земли С остальными планетами нашей Солнечной системы Движущимися по собственным орбитам Вокруг Солнца При максимальном сближении с Солнцем Расстояние от Земли до светила Составляет 147 миллионов километров При максимальном удалении 152 миллиона Это мало что значит в картине мира Тем не менее Эксцентриситет земной орбиты Периодически растет То есть орбита становится более вытянутой Так что минимальное расстояние до Солнца Сократится до 129 миллионов километров А максимальное, наоборот Вырастет до 187 миллионов Затем орбита вновь вернется К почти круговой форме Орбита словно бы дышит Каждый полный вздох Занимает около 100 тысяч лет По мере роста эксцентриситета Вытягивания орбиты Климат на Земле становится более суровым Ведь в максимальном приближении Планета оказывается гораздо ближе К звездному пламени Чем при круговой орбите А в максимальном удалении Погружается значительно дальше В леденящий мрак пространства Наклон земной оси к плоскости орбиты Тоже меняется Ось шатается Наклон земной оси к плоскости орбиты Нашей планеты Является причиной смены времен года И существования климатических поясов Лето в северном полушарии Наступает тогда Когда северный полюс Оказывается наклонен в сторону Солнца Под углом 23,5 градуса к вертикали Это значит Что вся часть земного шара к северу От 66,5 градуса северной широты То есть за северным полярным кругом Купается в солнечных лучах полярного дня По той же причине Зимой в северном полушарии Когда северный конец земной оси Обращен в сторону от Солнца Арктика погружается во тьму В южном полушарии Все происходит с точностью наоборот Когда на севере зима Там лето Тропики Рака и Козерога Расположенные на 23,5 градусов Северной и южной широты Соответственно ограничивают Север и юга от экватора область Где в полдень можно увидеть солнце в зените Современные 23,5 градуса Близки к золотой середине Наклон оси меняется от 21,8 до 24,4 градуса С периодом около 41,000 лет Величиной наклона определяется степень сезонности климата Чем больше наклон, тем холоднее зима и жарче лето Тем дальше простираются арктическое и антарктическое царство полярной ночи или дня Тем дальше от экватора отодвигаются тропики Где солнце поднимается в зенит Иными словами Климат планеты становится экстремальнее Когда же наклон оси становится меньше Разница между временами года И между климатическими полюсами Чуточку сглаживается Третий цикл Это прецессия Самая наклоненная ось Суточного вращения Земли Описывает в пространстве конус вокруг Перпендикуляра к плоскости орбиты Земли Хотя, конечно, движется гораздо медленнее, чем планета Прецессию Хорошо видно на примере крутящейся юлы Этот цикл Длится около 26 тысяч лет Очень терпеливый Джейн За много веков заметил бы Неторопливый танец прецессии Сейчас Северный полюс почти точно указывает На полярную звезду в Малой Медведице Которую вскоре по меркам Джина Конечно, какие-то 13 тысяч лет В роли путеводной звезды Сменит в Вега Из созвездия Лиры Из-за того, что параметры земной орбиты Медленно меняются в результате действий Этих трех дополняющих друг друга циклов Количество солнечного тепла Достигающего нашей планеты В каждой конкретной точке Периодически меняется В результате примерно каждые 100 тысяч лет Земля переживает резкое похолодание Но орбита нашей планеты дышит А ось вращения дрожит и качается Уже несчетные миллионы лет Тем не менее Общий эффект этих изменений был крайне слабым Вплоть до 2,5 миллиона лет назад До тех пор на земной жизни Гораздо сильнее отражались земные события Дрейф континентов Химический состав океана и атмосферы Но 2,5 миллиона лет назад Расположение континентов Оказалось таким, что влияние небесной механики усилилось Появление полярных шапок Оказалось последней каплей Орбитальные танец и дрейф континентов Ввергли землю в череду ледниковых периодов Первые были довольно мягкими Но с каждым движением этого маятника Становились все суровее и продолжаются до сих пор Каждое леденение длится около 100 тысяч лет Сменяясь между ледниковьем продолжительностью 10 тысяч 20 тысяч лет Когда климат ненадолго становится очень теплым Сравнимым с тропическим Даже в высоких широтах Пик последней ледниковой эпохи Наступил 26 тысяч лет назад Весь северо-восток Северной Америки Был покрыт лаврентийским ледниковым щитом Запад — кордильерским Северо-запад Европы томился под скандинавским щитом Под тяжестью ледников Изнавали горные хребты по всей планете От Альп до Ант Та же часть северного полушария Которую не сковывали льды Стало бескрайними степями и голой, открытой всем ветрам, тундрой Образовавшие ледники огромное количество воды Не появилось из ниоткуда по мановению волшебной палочки Уровень моря во время ледникового максимума Был на 120 метров ниже современного Уже 10 тысяч лет Мы наслаждаемся межледниковьем А уровень моря сейчас выше среднего за последние 2 миллиона лет Для ледникового периода Характерны очень резкие изменения климата Такая резкость делает их, мягко говоря, разрушительными Британия, располагаясь на западной оконечности Евразии Находится на переднем рубеже влияния океанических течений И преимущественно западных ветров Поэтому там климатические контрасты проявляются особенно ярко Полмиллиона лет назад остров скрывал полукилометровый слой льда Но уже 125 тысяч лет назад на берегах Темзы львы охотились на оленей А в реке Тис паслись бегемоты Спустя еще 80 тысяч лет Британия стала безлесой степью На просторах которой зимой кочевали стада северных оленей А летом бизонов А спустя еще 20 тысяч лет британских холодов Не выдерживали даже северные олени Океанические течения и наличие ледников Усугубляют сводящую с ума климатическую чехарду Своим мягким климатом Тем более примечательным с учетом широты Холмы современной Британии обязаны струем теплого течения Омывающего берега острова на своем пути на северо-восток Откуда-то из окрестностей Бермуд Где-то в районе Гренландии Это течение встречается с холодными арктическими водами Охлаждается, попутно нагревая воздух над собой Плотность воды увеличивается с понижением температуры Поэтому остывшее течение опускается на дно И разворачивается к югу Образуя глубоководное холодное океаническое течение Широта, на которой происходит охлаждение И погружение вод теплого течения Очень важна для британского климата Случись это южнее, чем сейчас И климат британских островов станет куда холоднее На пике последней ледниковой эпохи Теплое течение не уходило дальше широты Северной Испании Поэтому Британия тогда напоминала Северный Лабрадор сегодня Движущей силой глубинных течений Является не только тепло, но и соленость Чем соленее воды теплого северо-восточного течения Северной Атлантики Тем они плотнее И тем быстрее они нырнут на дно Берегов Гренландии Побочным эффектом Будет увеличение разницы В солености моря И дрейфующих на его поверхности Айсбергов В конце последней ледниковой эпохи Разница в солености привела К проблеме От сдающегося глобальному потеплению Лаврентийского ледникового щита Начали массово откалываться айсберги И поступать в Атлантику Внезапное поступление Огромных объемов холодной и пресной воды Снизило соленость Северной Атлантики Ослабив глубинное течение И снизив океаническую циркуляцию Результатом стало Несколько коротких похолоданий В течение этого Межледниковья Ледник обладает коварной особенностью Он очень светлый И хорошо отражает солнечный свет Чем больше становится льда Тем больше солнечного света Отражается от поверхности Поверхность меньше прогревается И остается еще больше Нерастаявшего льда Который еще сильнее отражает Солнечный свет И эта положительная обратная связь Усугубляет похолодание Все эти факторы Делают эффект величественной небесной механики Плохо предсказуемым Поэтому изменения климата Могут быть очень резкими Около 10 тысяч лет назад В самом конце последнего оледенения Климат Европы за время человеческой жизни Изменился от субарктического До повсеместно умеренного На окраинах континентов Изменение климата Оказалось самым суровым И в высоких широтах Оно тоже было более чем заметно Впрочем, ощущались изменения И в тропиках Где в саваннах И на опушках лесов в Африке Обитали разные виды гоминин Пока что в самых страшных кошмарах Наших далеких предков Не было ни намека На мысли о ледниках На тот момент Их тревожила гораздо более насущная проблема И без того сухой климат Стал еще более засушливым Произошло это практически внезапно Примерно 2,5 миллиона лет назад Леса стали сохнуть Добычи стало меньше А сама она стала пугливее Найти и поймать ее стало сложнее Гомининам больше нельзя было довольствоваться Расслабленным существованием Тут откопал какой-то клубень Там поглодал чей-то костяк Впрочем, парантропы все еще продолжали Упорно копаться Луща орехи и в кашу Растирая клубни своими мощными челюстями Но их жизнь становилась все тяжелее и тяжелее Кочующие группы парантропов встречались все реже И однажды, примерно полтора миллиона лет назад Когда север Европы и Северной Америки Изнывали под гнетом неимоверно выросших ледников Последние парантропы окончательно исчезли Из африканских саван Но в это же время появился новый вид гоминин Разительно отличавшийся от всех прежних Выше остальных, умнее остальных Гоминины этого вида улучшили двуногую походку Внедренную их предками за миллионы лет до того Остальные гоминины питались тем, что удавалось найти Парантропы стали специализированными растительноядными Новые гоминины стали саванными хищниками Мы называем их Homo erectus Человек прямоходящий По сравнению с уже вымершими родственными гомининами У эректуса было совершенно другое строение Своё имя он получил неспроста Эректус возвышался над прочими Научившись стоять выпрямленно Таз у него стал уже А ноги пропорционально длиннее Что снизило энергозатраты при ходьбе Руки, напротив, стали короче Лазанье имело гораздо меньшее значение В его повседневной жизни Его предшественники Так и не отказались от древесной жизни полностью Хотя встали на ноги за 6 миллионов лет до этого Эректус был первым из гоминин Кто принял окончательное решение Ходить по земле Это решение повлекло за собой следующее В рационе эректуса Стало гораздо больше мяса Как мы помним Съесть мясо легче, чем растительную пищу А питательных веществ в нем больше Благодаря этому эректусы смогли обходиться кишечником Меньшего размера Позволив при этом Себе иметь большой мозг Это важно Потому что мозг обходится дорого На него приходится Лишь пятидесятая часть тела по массе Но шестая По энергопотреблению В отличие от своих приземистых И даже немного пузатых предков Сокративший объем кишечника эректус Мог похвастать отчетливой талией Его таз был выше и уже И позволял легко поворачивать торс Относительно ног Помимо талии У эректуса появилась и явно выраженная шея Что позволило ему высоко и ровно держать голову Вместе это дало эректусу новую Досели невиданную способность Бегать Эректус мог бежать Размахивая руками В противофазе с толчками ногами При этом продолжая отслеживать взглядом Свою цель Бег сразу же стал очень важен Эректус, конечно, был никудышным спринтером В сравнении с гепардом или антилопой Но вот в беге на выносливость Он оказался неплох Терпеливый охотник Он мог преследовать свою добычу Километр за километром Час за часом Пока ту не валил с ног Тепловой удар В той погоне Охотники перегревались гораздо меньше Чем их добыча Отчасти это вызвано тем Что шерсть эректуса Стала не такой густой Как у большинства млекопитающих Волос у него осталось Только же, как и у предыдущих гоминин Но они стали тоньше И гораздо короче Между волосами на теле Размещаются потовые железы Охлаждающие организм За счет выделения и испарения влаги Животные с густым мехом К такому способу прибегнуть не могут Но даже такие продвинутые и стройные Безволосые охотники Не могут в одиночку справиться С паникующей антилопой Пусть ей остались считанные минуты Совместная работа Стала для эректусов важнее Чем когда бы то ни было до того Чувство локтя жизненно важно Для убийства добычи Но корни его уходят К домашнему очагу Как и многие другие хищники Открытых пространств Например, охотничьи собаки Эректусы были животными социальными Это выражалось в половом поведении Крайней жестокости На определенном этапе эволюции Разные племена Хомо и Ректус Научились использовать огонь Оказалось, что приготовление пищи Позволяет не только вкусно поесть Но и хорошо провести время за общением Тогда их Еще не интересовало Что приготовленная пища Более питательна, чем сырая И не кишит паразитами Те племена, которые готовили пищу на огне Жили здоровее, дольше И давали больше потомства В конце концов, те, кто довольствовался сырым мясом Просто вымерли Тот факт, что Эректусы жили племенами Означает, что эти существа Охраняли свою территорию Для всех приматов Характерно агрессивное поведение Вплоть до убийства Больше, чем для остальных Млекопитающих А самые кровожадные из приматов Гоминины Но любовь Свойственна гомининам Не меньше, чем ярость Это часть их натуры Включающая иерархию Демонстрацию статуса и сексуальности И слаборазвитый волосяной покров Жароустойчивых охотников Отсутствие волосяного покрова Дает много больше Чем банальная простота охлаждения Благодаря этой особенности Вкупе с прямохождением на обозрение Выставлены не самые защищенные части тела Видимо, именно следствием Развившегося ритуала Сексуальной демонстрации Стал размер человеческого пениса Который в сравнении с массой тела Гораздо больше, чем у Человекообразных обезьян Этот же ритуал Сексуальной демонстрации И необходимость К сплочению групп Скорее всего служит объяснением Почему у женщин почти постоянный размер груди У других млекопитающих Молочные железы практически не видны После завершения лактации По той же причине Внешний вид женских гениталий Никак не связан с овуляцией Тогда как у остальных приматов Гениталии самок Сильно набухают Во время течки Демонстрируя всем членам стаи Репродуктивный статус Их обладательницы У людей же Репродуктивный статус женщины Зачастую неизвестен И ей самой В отличие от прочих Млекопитающих У людей нет сезона размножения Для которого характерно Доступное для всеобщего Обозрения спаривание Которое несет еще и сигнал О социальном статусе участников Люди же напротив готовы Или не готовы К зачатии Вне зависимости от времени года Причем стараются Не попадаться на глаза соплеменникам Несмотря на свою социальность И общительность Люди предпочитают Образовывать устойчивые пары Для воспитания потомства И хотя существует Множество репродуктивных традиций Обычно на время Пока растут дети Формируется длительное отношение Между одним мужчиной И одной женщиной Отражением таких отношений Стали сравнительно слабые различия Во внешнем облике Мужчины и женщины То, что называется Половым деморфизмом У животных У которых самец возглавляет И безраздельно пользуется Большой группой самок Самцы значительно массивнее Своих спутниц В наши дни Отличной иллюстрацией Являются гориллы Живущие небольшими группами Состоящими из гарема Маленьких самок С единственным крупным самцом Во главе Мужчины тоже в среднем Крупнее женщин Но эта разница Выражена гораздо слабее Половой деморфизм у человека Внешне проявляется Не столько в размерах тела Сколько в распределении волос И подкожного жира Но если люди образуют Устойчивые пары На большой срок То зачем же мужчинам Большие пенисы А женщинам Постоянная грудь Словно бы оба пола Постоянно рекламируют Свою доступность И почему же тогда Женские гениталии Всегда выглядят скромно Почему никак не проявляется Готовность к зачатию Хотя секс люди Предпочитают уединенный Будь пары действительно Постоянными Ничего этого не требовалось бы Ответ кроется в том Что люди Предаются прелюбодеянию Гораздо чаще Чем принято считать Хотя для воспитания Потомства Постоянная пара Наилучший вариант Есть такое выражение Нужна деревня Чтобы вырастить Ребенка К рождающимся Недоразвитыми И беспомощными Детенышам Гоминин Это относится В полной мере Тот факт Что никто в племени Не может с уверенностью Сказать кто именно Отец того или иного Ребенка Сильно способствует Сплочению Отдельных семей В единое племя Отсюда же идет И дух Товарищества Между всеми Участвующими В охоте Самцами Не разделяя Детей на своих И чужих Самцы охотятся Не ради Своей конкретной Семьи Ради всего Племени В целом Социальные И сексуальные Нравы Людей Во многом Схожи Не с поведением Других Приматов А с повадками Птиц Многие Птицы Общительны Территориальны Склонны К сексуальной Демонстрации Живут Семейными Группами В которых Старшее Потомство Помогает Родителям Заботиться Младшим До тех пор Пока не покинет Группу В поисках Собственной Территории Многие Виды Птиц Образуют Прочные Пары Хотя Во время Отсутствия Своего Партнера Самки Не отказываются Скрытно Спариться С другим Самцом А это Значает Что Самец Никогда Точно Не знает Своего Детеныша Он Помогает Воспитывать Или Чего-то Еще Самцы Попадая В такую Ситуацию Стремятся Хеджировать Риски В человеческих Сообществах Выгоднее Там Шок Узнавания Лишь Коварство Хищника Словно У льва Или гиены Эректусы Были Удивительно Нечеловечны Большинство Млекопитающих Рождаются Стремительно Растут Размножаются Со всей Доступной Скоростью Исчерпав Репродуктивный Потенциал Умирают Именно Так Жили Эректусы Их Детеныши Быстро Вырастали Из Младенчества В зрелость Минуя Столь Характерный Для людей Период Детства Тела Умерших Так и Оставались Лежать Словно Банальная Падаль У Эректусов Не было Никаких Представлений О загробной Жизни Ничего Подобного Идеи Райских Кущ Или Вечных Мук Но главное У них Не было Бабушек Рассказывающих Сказки И хранящих Обычаи Но все же Но все же Именно Эректусы Создавали Одни из Самых Прекрасных Вещей Восхитительные Сделанные Искусно Словно Украшения Ручные Рубило В форме Слезы Знаковые Изделия Ашельской Культуры Каменных Орудий Знаковость Ашельских Рубил В том Что они Всегда Одинаковы Где бы Их Не находили Когда бы Они Не были Изготовлены Из Какого Бы Камня Они Не Были Сделаны Несмотря На Все Своё Изящество И Красоту Поскольку Такая Конструкция Ручных Рубил Связана С Конкретным Видом Хомо Эректус Процесс Их Изготовления Был Жестко Запрограммирован Эректусы Высекали Своё Рубило Так же Бездумно Как Птицы Строят Гнезда Если В процессе Изготовления Рубило Эректус Допускал Ошибку В последовательности Необходимых Ударов По Куску Кремня Он Не пытался Исправить Ошибку Или Приспособить Испорченную Заготовку Для других Нужд Он Просто Брал Новый Камень И Начинал Всё Сначала Такое По нашим Представлениям Пугающее Нечеловеческое Поведение Усугубляется Тем Что Никто Не понимает Для чего Нужны Были Рубило Хотя Некоторые Как раз Такого Размера Что Могут Удобно Ложиться В руку Так что Ими Действительно Можно Рубить Или Кромсать Но Некоторые Слишком Велики Для этого Ну Действительно Зачем Так Стараться Отколоть От Кремния Острый Осколок Который Отлично Справится С задачей Освежевать Тушу Или Снять Мясо С костей Очень Легко Какая Нужда Заставляет Целенаправленно Делать Такие Сложные И Такие Прекрасные Инструменты Как Рубила Зачем Тратить Время И силы На Рубила Если Надо Всего Лишь Метнуть Может Быть Даже Прощой Камень В добычу Или Во врага Мы Склонны Считать Что Предметы Изготавливаются С какой-то Целью Более Того Облик Предмета Определяется Его Назначением Чтобы Увидеть Что-то Действительно Увидеть Мы Должны Это Понимать Писал Хорхи Луис Борхес В небольшом Рассказе Ужасов Есть Многое На Свете Кресло Подразумевает Восседающее В нем Человеческое Тело Со Всеми Его Суставами И Конечностями Ножницы Сам Акт Разрезания Что Сказать О Настольной Лампе Или Об Автомобиле Дикарь Не Понимает Миссионерской Библии Пассажир Не Видит На Корабле Того же Такелажа Что Матроса Если Бы Мы По Настоящему Видели Мир Возможно Мы Бы Начали Его Понимать Корень Этого Тщеславия Кроется В нашей Склонности Считать Будто Любая Сложная Конструкция Во Внешнем Мире Была Создана Осмысленно И С Некой Наперед Известной Целью Что Характерно Только Для Людей Достаточно Взглянуть На Пчелиные Соты Или Башню Термитника Или Птичье Гнездо Чтобы Сразу Же Убедиться В Ошибочности Этого Убеждения С другой С другой С другой С другой С другой Некоторые Поступки Эректусов Оказываются Удивительно Человеческими Например Вырезание Знаков На Ракушках Зачем Никто Не Знает Возможно Эректус Освоили Искусство Плавания В Открытом Море Под Парусом Или На Веслах Порыв Настолько Близкий И Понятный Насколько Это Только Возможно И Как Мы Уже Видели Эректус Смог Приручить Огонь Поставив Его Себе На Службу Но Каким Бы Эректус Ни Был Что Бо Он Не Делал И Какие Бы Мысли Его Не Посещали Этот Вид Появился В результате Эволюции В ответ На Внезапные Изменения Климата Два С Половины Миллиона Лет Назад Вместо Того Чтобы Подобно Прочим Крупным Обезьянам Испуганно Скрыться Вновь Под Сенью Отступающих Лесов И Влачить Там Жалкое Существование Музейного Экспоната Хранящего Память Ушедших Эпох Или Как Попытались И Не Преуспели Парантропы Пытаться Выжить На Голодном Пайке В Труднопроходимой Саванне Эректусы В Поисках Лучшей Доли На Становящейся Не Очень Гостеприимной Планете Разбрелись По Окрестностям Дальше Чем Все Остальные Гоминины В Конце Концов Эректусы Первыми Среди Гоминин Отправились За Пределы Африке Два Миллиона Лет Назад Эректусы Уже Заселили Всю Африку Но Нигде Они Не Задерживались Надолго Леса Сдававшие Свои Позиции Под Натиском Меняющегося Климата Стали Отдельными Островами В Бескрайнем Море Саван Захлестнувшем Африку Ближний Восток Центральную Восточную Азию На Бескрайних Пастбищах Было Полно Стат И Эректусы Следовали За ними Куда Бы Тени Направлялись Следуя За дичью Уже Одну Целых И Семь Десятых Миллиона Лет Назад А может И Раньше Эректусы Достигли Китая В пещерах Джоу Каудяня Которые В наши Дни Являются Районом Пекина Три Четверти Миллиона Лет Назад Эректусы Жили Уже Века По Мере Расселения Хомо Эректус Эволюционировал На своем пути Эректус Словно Многоликий Протей Дал Начало Множеству Разнообразных Дочерних Видов Среди Них Были Великаны И Хоббиты Троглодиты И Йети Ну и В конце Концов Мы С самого Начала Эректусы Были Склонны К разнообразию Члены Одного Из Племен Эректусов Обитавшего Одну Целых И Семь Десятых Миллиона Лет Назад На Кавказе В Грузии Были Настолько Разными Что Мы Вряд ли Встретив Их Сочли Бы Что Они Принадлежат К одному Биологическому Виду Полтора Миллиона Лет Назад Племена Эректусов Пришли Пришли На Острова Большой Племена Измельч Казахстан 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 с непониманием и страхом. Не менее странная судьба ждала эректусов, поселившихся на острове Флорес, который находится к востоку от Явы. Нога эректуса ступила на Флорес больше миллиона лет назад. Это удивительно уже само по себе, потому что на Флорес, в отличие от остальных, заселенных к тому времени эректусами островов, посоху попасть было нельзя. Он был отделен глубоким проливом даже во время сильнейшего падения уровня моря. Скорее всего, эректусы оказались на Флоресе случайно, по воле штормового ветра или вызванных землетрясением волн цунами. Чудом выжив, цепляясь за древесный мусор, они оказались на привычной к подобным невзгодам земле, так же, как растения и животные попадают на затерянные далеко в океане острова. А может быть, они собрались порыбачить и приспособили для этого какое-то валявшееся рядом бревно, которое своенравно отправилось совсем не туда, куда ожидали находчивые рыболовы. Как бы то ни было, эректусы попали на Флорес. Здесь они тоже со временем сильно уменьшились в размерах, став Homo floresiensis. К тому времени, когда этот вид исчез, пятьдесят тысяч лет назад, почти тогда же, когда их дальние родственники слусона, рост флоресцев не превышал метра. Но, как и их предки, флоресцы продолжали изготавливать каменные орудия, только маленькие, подходящие для их уменьшившихся ладоней. В такой миниатюризации нет ничего удивительного. С видами, оказавшимися в изоляции, часто случаются странные вещи. Мелкие животные вырастают в гигантов, а крупные становятся карликами. Флоресские вараны, родственники комодских варанов, достигали устрашающих даже обычного человека размеров, что уж говорить о малышах метрового роста, какими бы бесстрашными они ни были. Крысы на острове были размером стерьера. Благодаря частым изменениям уровня моря в ледниковом периоде многие острова могли похвастать собственным видом карликовых слонов, и флорес не был исключением. Возможно, эректусы добрались до флореса в поисках нормальных слонов, но за долгие века и охотники, и добыча стали карликами, адаптировавшись к островной жизни. Мозг флоресских людей был крошечным даже для их небольших размеров. Но, как заметили еще их давние африканские предки, став славными хищниками, содержать большой мозг — чрезвычайно затратное дело. А на вид, оказавшийся в столь бедной среде, что выход нашелся только в карликовости, естественный отбор давил очень сильно, чтобы обходиться как можно меньшим. Маленький мозг необязательно глупый. Например, вороны и попугаи выделяются среди птиц своими умственными способностями, хотя мозг у них не больше ореха. Орудия флоресцев были не более, но и не менее продвинутыми, чем у обычных эректусов. Оказавшись в изоляции на Флоресе, Лусонии почти наверняка в других местах, эректусы становились маленькими, обретая черты гномов или хоббитов. Но где-то они превращались в великанов. В Западной Европе эволюция эректусов дала Homo antecessor, человека предшествующего, крепко сложенные создания, расселившиеся далеко за пределы теплой саванны, в которой обитали его предки. Около 800 тысяч лет назад они оставили свои рубилы и следы в Восточной Англии. До тех пор гоминины не добирались так далеко на север. Сурового, но неуловимого привычного облика человека предшествующий был гораздо больше похож на современных людей, чем эректус или даже чем венец обитателей пещер ледниковой эпохи — неандерталец. Наша физиогномика уходит корнями в седую древность, так же, как и наши гены. Именно у человека предшествующего появляются первые признаки генетического родства современным человеком. Немного позже, тоже где-то в Европе, появился гейдельбергский человек. Сохранившийся до наших дней на европейской родине гейдельбергских людей, кости и орудия свидетельствуют о суровом нраве этих существ. Найденные в Германии среди орудий останков съеденных лошадей охотничьи и дротики, изготовленные 400 тысяч лет назад, больше напоминают заборные жерди. Эти копья, длина одного из них составляет 2,3 метра, а толщина — 5 сантиметров. Оружие не колющее, а метательное. Чтобы метнуть такое копье, нужна недюжинная сила. Большая берцовая кость, найденная в Южной Англии, по размеру сопоставима с большой берцовой костью современного человека, но гораздо плотнее и толще, что говорит об исключительно крепкой стати ее владельца. Весил он больше 80 килограммов. На другом конце Евразии из манджурских снегов вышли люди, с которыми могут сравниться лишь самые рослые наши современники. По меркам тех времен это были настоящие великаны. Европейские, азиатские потомки эректусов, очевидно приспосабливались ко все более суровым условиям ледниковой эпохи. На смену стройным выносливым бегунам африканской саванны пришли создания, способные выдержать суровые ледниковые зимы. Примерно 430 тысяч лет назад в пещерах Сьераде Атапуэрка в северной Испании поселилось племя. Эти люди во многом походили на современных. Мозг у них был почти такого же размера, как и у нас, хотя черты лица были заметно грубее. Окружавший их мир был суров, но в противовес ему развивался внутренний. Обитатели этих пещер хоронили своих мертвых. По крайней мере, они не оставляли тела своих сородичей лежать там, где смерть настигла их, как сучья или камни. Тела относили в дальнюю часть пещеры и сбрасывали в глубокую яму. От этого племени пошли неандертальцы. Неандертальцы — это даже более яркий пример адаптации к изменениям внешней среды, чем эректусы. Больше 300 тысяч лет никто не оспаривал владычество этих коренастых созданий, отлично приспособленных к жизни на холодных, продуваемых ветрами пустошах, на просторах Северной Европы. Они шли по жизни легко, сохраняя свою культуру без заметных изменений. Но обладая мозгом, даже немного более крупным, чем наш, неандертальцы были вдумчивыми и дотошными. И они хоронили своих мертвых. Укрывшись в глубине пещеры от стужа, ветров и тусклого света ледниковых дней, неандертальцы взывали к духам. В пещере во Франции, глубокой настолько, что солнечные лучи так и не смогли проникнуть на эту глубину, неандертальцы построили круглые сооружения из обломков сталактитов и медвежьих костей. Зачем? Никто доподлинно не знает. Этим загадочным сооружением сто семьдесят шесть тысяч лет. Это древнейшие и надежно датированные сооружения, построенные гомининами. Неандертальцы разительно отличались от своих стройных кочевых предков эректусов. Несмотря на то, что останки неандертальцев и их орудий встречаются от западных окраин Европы до юга Сибири, каждая конкретная группа неандертальцев никогда не мигрировала на большие расстояния. Сталкиваясь с таким суровым климатом, какого не видел ни один гоминин, неандертальцы совершали лишь краткие вылазки за съестным, а яркую внутреннюю жизнь вели подобно уэлсовским морлокам в глубинах земли. Впрочем, некоторые их родственники подняли планку еще выше. Чуть больше трехсот тысяч лет назад какое-то племя неандертальцев в Центральной Азии, оглядевшись, увидели Тибетское плато. После приполярных регионов Тибет, пожалуй, наименее дружественное человеку место. Ледяной воздух сух и разрежен. Снег не успевает растаять за короткое холодное лето. Солнце, когда оно не скрыто облаками, пылает в голубизне небосвода, обжигая глаза. И все же группа гоминин решила, что там-то, на крыше мира, им самое место. И пустилась в путь. Они упрямо поднимались в горы и, поднимаясь, менялись. Они превратились в денисовцев, напоминающих йети, которые, если верить легендам, поселились на плато спустя тысячи лет. Эректусы и их потомки покорили старый свет. Возможно, они добрались и до нового. Около пятидесяти тысяч лет назад землю населяло множество видов людей. В Европе и Азии жили неандертальцы. Некоторые потомки денисовцев покинули свои горные твердыни и добрались до Нагории Восточной Азии. Куда бы люди ни шли, везде они приспосабливались к новым условиям. От глубоких пещер до густых джунглей, от далеких островов до бескрайних просторов или вздымающихся горных хребтов. Тем временем сами эректусы мирно обитали на Яве. Но всем этим экспериментам человеческой природы суждено было быть сметенными поступью истории. К концу ледниковой эпохи остался только один вид гоминин. Его родиной, как и эректуса, стала Африка. Эпоха плестоцена. Около ста двадцати тысяч лет назад. Современный хомо сапиенс расселяется за пределы Африки. Древнейшее искусство. Личное украшение. Лук и стрелы. Около семидесяти тысяч лет назад. Значительный рост населения Африки. Извержение Тоба. Около шестидесяти тысяч лет назад. Хомо сапиенс достигает Австралии. Около сорока тысяч лет назад. Хомо сапиенс в Европе. Наскальная живопись в пещерах Европы и островов Юго-Восточной Азии. Около тридцати тысяч лет назад. Последний ледниковый максимум. Хомо сапиенс достигает Америки. Около двадцати пяти тысяч лет назад. Древнейшая керамика. Эпоха голоцена. Началась около одиннадцати тысяч семисот лет назад. Появление земледелия. Первые города. Древнейшие надписи. Конец доисторической эпохи. Последние мамонты. Хомо сапиенс вырывается за пределы земли. Глава одиннадцатая. Конец доисторической эпохи. Около семисот тысяч лет назад. Ледниковые эпохи длились гораздо дольше, чем разделявшие их теплые межледникови. Земля находилась в состоянии почти постоянного оледенения. Перерывы были жаркими, пьянящими и короткими. Но жизнь не просто выдерживала. Она процветала. В тех областях Евразии, что не томились подо льдами, свела и зеленела степь, где паслись неисчислимые стада травоядных. Весной и летом бизоны мигрировали в таких количествах, что им требовалось несколько дней на проход. Бок о бок с ними шли табуны лошадей, и гигантские олени несли свои огромные рога. Между ними возвышались хоботные, мамонты и мастодонты. И отовсюду были слышны сопения и топот шерстистых носорогов. Зимой это буйство жизни стихало. Ненамного. Некоторые животные мигрировали южнее, но им на смену вместе со снегами приходили северные олени. Вся эта масса движущегося мяса, словно магнитом, притягивала к себе хищников, львов, медведей, саблезубых тигров, гиен, волков и коренастых неутомимых потомков эректусов. На все более суровый климат гоминины ответили увеличением мозга и большими запасами жира. Этот факт заслуживает внимания. Как мы уже видели, мозг очень дорог в обслуживании. Законы природной экономики гласят, что животным с развитым мозгом нет нужды запасать много жира. Они всегда придумают, как прокормиться, чтобы не умереть от голода. Лишь немногие млекопитающие должны откладывать жир. Но люди — исключение из этого правила. У самого тощего человека жира больше, чем у самой толстой обезьяны. Хороший слой теплоизоляции и все, что нужно умному зверю, чтобы выжить в бесконечном холоде ледниковой эпохи. Жир играет и другую роль. Различие в отложении жира. Основной критерий — различие между полами. В теле взрослого мужчины примерно 16 весовых процентов жира. Женщины — 23%. Это существенная разница. Доступные запасы энергии. Необходимые условия для успешного зачатия и вынашивания потомства. Особенно в условиях дефицита ресурсов. Именно поэтому отбор действовал в пользу женщин с плавными округлыми формами, как имеющих больше шансов принести жизнеспособное потомство. Но большой мозг — это и большие проблемы. Большому мозгу нужна большая голова. Роды — тяжкое испытание для новорожденного. Женщина может родить только благодаря тому, что при прохождении через таз голова плода повернута на 90 градусов. До самых недавних пор женщины платили высокую цену, рискуя умереть в родах. Новорожденные появляются на свет практически беспомощными, созрев до более приспособленного к окружающей среде состояния. Они окажутся слишком велики для родовых путей и просто не смогут родиться. Девять месяцев беременности — непростой компромисс между потребностями ребенка, которому нужно появиться на свет как можно более готовым к самостоятельному существованию и возможностями матери, для которой каждый лишний день беременности — орлянка со смертью. Этот компромисс никому не выгоден. Вид, чьи детеныши рождаются пугающе беспомощными, но даже появившись на свет, если убили при этом свою мать, лишь через годы достигнут зрелости, рискуют очень быстро вымереть. Решение этого противоречия было найдено в революционном изменении, но на другом конце жизни. Этим изменением стала менопауза. Менопауза — еще одно эволюционное новшество, уникальное для человека. Как правило, любое создание, млекопитающее или нет, ставь неспособным размножаться, очень быстро стареет и погибает. Но женщин, исчерпавших свой репродукционный потенциал в среднем возрасте, ожидает еще не одно десятилетие активной жизни и еще много воспитанных потомков. Увеличение мозга и вызванная им беспомощность малышей сопровождалось появлением бабушек — женщин в постменопаузе, помогающих своим дочерям растить своих внуков. Пока малыши есть кому нянчить, естественному отбору все равно, кто именно их нянчит. Оказывается, женщина, переставшая размножаться сама, чтобы помочь дочерям с внуками, оставит в среднем больше потомков, чем в том случае, если бы она продолжила размножаться и конкурировала за ресурсы собственными дочерями. Со временем больше детей смогут вырастить до репродуктивного возраста те группы людей, которые в воспитании потомков положились на женщин в постменопаузе, проигнорировавшие столь ценный ресурс, вымерли. Сотрудничество обратило к выгоде непростой компромисс. Размножение отбирает энергию у чего бы то ни было. Обычно плодовитость не способствует долголетию. И наоборот. Таким образом, за счет прекращения размножения в среднем возрасте женщины на самом деле повысили репродуктивный успех и при этом стали жить дольше. Увеличение мозга привело к росту средней продолжительности жизни. Примерно от 25 лет у эректусов до 40 и более у неандертальцев и людей современного типа. Отбор действует по-разному на самок и самцов, но гены у тех и других одинаковые, что привело к войне полов из-за противоположной направленности давления отбора. Один ген, но два хозяина. Результатом стал еще один компромисс. Так как женщинам нужны жировые отложения, чтобы успешно родить, мужчинам тоже пришлось потолстеть, но не столь сильно. Так как женщины с появлением менопаузы стали жить дольше, мужчины тоже стали жить дольше, но не настолько. В результате в человеческом обществе появилась новая страта – старейшины обоего пола. До появления письменности старейшины стали хранителями знания, мудрости, опыта и сказок. Впервые в эволюционной истории появился вид, способный передавать знания дольше, чем в рамках жизни одного поколения. К обучению способны многие животные. Киты учатся своим песням у других китов, птицы учатся петь у других птиц, щенки перенимают правила игр от других щенков. Человеческие дети обучаются языку, бессознательно копируя окружающих их людей. Но люди уникальны тем, что они, насколько известно, единственные животные, которые не только учатся, но и учат. Это стало возможным благодаря старейшинам. Пока более молодые члены племени были заняты уходом за детьми или охотой, уже не столь энергичные старейшины передавали накопленный опыт следующим поколениям, детям. В долгом, благодаря незрелости при рождении, детстве которых было достаточно времени, чтобы смотреть и слушать. Абстрактное знание стало столь же необходимым для выживания, как и калории. Результат был лавинообразен, а возможно, это стало благодаря тому, что в ледниковом периоде приматам впервые стало выгодно и запасать жир, и обладать более крупным мозгом. По мере того, как в Евразии становилось все холоднее, в Африке становилось все суше, и без того не очень-то напоминающее болото Саванна превращалось в сухую пустыню, по которой были редко разбросаны эфемерные, словно миражи, небольшие озера. Жизнь превратилась в выживание. Жировые отложения стали в этих условиях не менее полезны, чем у подножия ледников. Люди приспособились, переведя свой обмен веществ в режим то пусто, то густо. Они были способны идти днями напролет без еды, но после успешной охоты наедались до отвала, так что не могли не то что еще хоть что-нибудь в себя затолкать. Шевелились и то с трудом. Все ради того, чтобы получить как можно больше пищи и дожить до следующей трапезы, сколько бы ни пришлось ее ждать. Каждый раз ели, будто последний раз. Несмотря на постоянную угрозу вымирания, скорее даже благодаря ей, африканские потомки эректусов стали такими же разнообразными, как и в других частях света. Тогда, чуть больше трехсот тысяч лет назад, в то же самое время, когда первые неандертальцы приспосабливались к европейской стуже, в Африке появился новый вид гоминин. Его представители были довольно разнообразны и немногочисленны, хотя и расселились по всему континенту. Встретившись с ними, мы бы испытали острое чувство узнавания. Это были первые представители нашего собственного вида — Homo sapiens. Впрочем, несмотря на портретные сходства, эти создания были не настолько близки нам, как могло бы показаться на первый взгляд. Первые Homo sapiens были в некотором смысле исходным материалом. Современные люди закалены четвертью миллиона лет ошибок и неудач. История первых 98% всего времени существования Homo sapiens — душераздирающая трагедия, свидетелями которой мы никогда не станем. Почти все актеры этой драмы погибли, а вид практически вымер. На своем долгом пути к современности генофонд Homo sapiens был приправлен щепоткой ДНК других гоминин — африканских и не только. У нашего вида много родителей, и каждый внес свою лепту, свою особую ноту в ту симфонию, которая в конце концов имела успех, несмотря ни на что. Уже в самом начале своего существования люди современного типа совершали вылазки из Африки в другие регионы, в Южную Европу около 200 тысяч лет назад и в Левант между 180 тысячами и 100 тысячи лет назад. Но след от этих путешествий остался не более весомый, чем от струйки воды на бескрайних барханах. Все-таки Homo sapiens был все еще тропическим жителем, туристом ясного неба. Если в Африке жизнь была нелегка, то в Европе была еще тяжелее. Но даже останься Homo sapiens, он бы быстро обнаружил, что место занято. Занято неандертальцами, которые в дни своего расцвета обладали куда более богатой культурой и приспособленные к европейским холодам, могли позволить себе длительное соперничество. Люди, если бы и стали для них помехой, то не более серьезной, чем предрассветный иней летним днем. Тем временем на африканской родине дела нового вида шли не намного лучше. Природные условия становились все хуже и хуже на протяжении ледниковой эпохи. И без того не очень распространенные племена Homo sapiens угасали одно за другим, вымирая или скрещивая с другими видами гоминин, лишь для того, чтобы племена гибридов тоже вымерли. Настало время, когда к северу от Замбези Homo sapiens практически исчез. В конце концов, вид уцелел лишь в небольшом регионе, там, где сейчас северо-западная окраина пустыни Калахари, к востоку от дельты Акованга. В начале ледниковой эпохи это был край пышной растительности. Его питали воды озера Магадигади, который в период своего расцвета был размером со Швейцарию. Климат Африки становился все суше, и громадное озеро превратилось в россыпь озер, проток, болот и перелесков, где паслись жирафы и зебры. Около двухсот тысяч лет назад перестанище в лабиринте озер и тростниковых зарослей Магадигади нашли последние жалкие остатки Homo sapiens. Также спустя многие века болото Атолни стали последним оплотом Альфреда Великого. Там он собирался силами, искал утешения. Там у него пригорел хлеб, и оттуда он выступил, чтобы разбить норманов и отвоевать у Эссекс. Как Англия началась с Атолни, так современное человечество уходит корнями в болото Магадигади. Если когда-то и существовал где-то райский сад, он точно был в Магадигади. Словно гадкий утенок, Homo sapiens на 70 тысяч лет укрылся в этих болотах, чтобы вновь выйти в мир прекрасным лебедем. Десятки тысяч лет оазис-болот Магадигади был окружен негостеприимной пустыней и высохшими соляными озерами. Со временем окружающий ландшафт становился все более суровым, так что выбраться оттуда в большой мир было крайне непростой задачей. Но 130 тысяч лет назад солнце стало светиться чуть ярче. Замысловатый танец нашей планеты по непрерывно меняющейся орбите вызвал потепление климата, не случавшееся уже много тысячелетий. На смену великому леднику в Европе пришло, хотя и ненадолго, почти тропическое тепло. В Британии тех времен на месте Трафальгарской площади расхаживали львы, в Кембридже паслись слоны, а на месте города Сандерленда бегемота принимали грязевые ванны. Климат стал мягче не только в Англии, но и в Африке. Глазам очередного поколения Homo sapiens вместо окружавшей Магадигади пустыни предстало травяное море. Люди двинулись прочь вслед за стадами травоядных и очень кстати, ибо вскоре Магадигади высох окончательно. Сейчас это соляная пустыня, где не может выжить ничто живое, кроме разве что колоний синезеленых водорослей. Чем-то нынешний Магадигади напоминает Землю времен появления жизни на планете. По следам стада племена Homo sapiens уходили все дальше на юг, пока не достигли берега океана на самой южной окраине Африки. Там они перешли к совершенно новому образу жизни, воспользовавшись изобилием океанских вод. Для людей, привыкших из последних сил добывать жесткие коренья, случайно попадающиеся фрукты и пугливых копытных, богатство океана было совершенно невообразимым. Богатые белком и другими питательными веществами, совершенно беззащитные моллюски и раки, сытные соленые водоросли, наконец рыба, поймать которую не в пример проще, чем импалу или газель. Добравшись до океана, люди наконец-то смогли вздохнуть с облегчением после долгих невзгод, а сесть у побережья, открыть для себя совершенно новые занятия. Люди принялись делать бусы из раковин, оставшихся от съеденных моллюсков, разрисовывать друг друга углем и охрой, вырезать на скорлупе струсиных яиц орнаменты, напоминающие сеть, и рисовать такие же орнаменты охрой на скалах. Справедливости ради стоит сказать, что неандертальцы и даже эректусы тоже иногда мастерили поделки из раковин и уделяли время резьбе, но вырвавшиеся из болот на побережье их наследники предавались этому занятию с куда большей отдачей и увлеченностью. Может создаться впечатление, что технологии такого рода появлялись и исчезали, словно блуждающие огни, будто бы люди время от времени утрачивали эти навыки или охладевали к ним. Но эти умения становились все изощреннее, а применение их все привычнее по мере медленного роста численности популяции и закрепление в ней появляющихся традиций. Обитатели побережья придумали новый способ применения камней. Они научились делать нехватательные рубила, вытесываемые из больших камней. Они большие, тщательно обработанные, закаленные в огне резаки, которые можно было, например, насаживать на древки. Получались стрелы. Иными словами, эти люди изобрели метательное оружие. Оружие, которым можно было убивать добычу на расстоянии с минимальным риском для охотника. Были и другие изгнанники из рая, отправившиеся из Маккади-Гади в противоположную сторону, на север. Их рубиконом стало Замбези. В Восточной Африке к ним присоединились эмигранты из Южной Африки, принесшие с собой свои достижения — косметику, бусы и, самое главное, лук и стрелы. Результат оказался ошеломляющим. Восточно-африканская популяция Homo sapiens со считанных малочисленных племен достигла численности, открывавшей перспективы куда большие, чем сиюминутное выживание. Около 110 тысяч лет назад люди современного типа вновь заселили всю Африку и вновь отправились осваивать земли вдали от своей родины. Но на этот раз они шли, чтобы остаться. Но тут в ночи раздался грозный набат. Примерно 74 тысячи лет назад на острове Суматра произошло извержение вулкана Тоба, превзошедшее все катастрофы на Земле за несколько последних миллионов лет. Это извержение положило конец короткому теплому периоду, который и без того уже заканчивался. Пепел и обломки накрыли весь Индоокеанский регион вплоть до побережья Южной Африки. В атмосферу были выброшены сотни тонн пепла, и мир внезапно погрузился в ледяной холод. Случись это раньше, и молодое человечество скорее всего было бы просто стерто с лица земли. Но теперь, похоже, Homo sapiens почти не обратил на произошедшее внимание. К тому моменту наши предки успели заселить из Африки всю периферию Индийского океана. Люди, высекающие орудия из кремня, жили в Индии, скитались по самой Суматре, эпицентру катастрофы, и даже достигли Южного Китая. Покинув родные места, обитатели Магадигади первым делом направились на побережье. Позже, когда люди отправились за пределы Африки, вначале шли по берегу через юг Аравии и Индию, в Юго-Восточную Азию. Вглубь материка заходили тоже, поднимаясь вдоль рек и, когда позволял климат, углубляясь в Саванну. Но не следует думать, что это был исход, подобный Моисееву. Нет, было множество мелких событий, которые только в совокупности создают впечатление, что это части какого-то единого большого процесса. Люди, ставшие участниками этого исхода, совершенно точно не устремляли горящий взор к горизонту, чтобы в приступе героического прозрения двинуться к открывшейся им цели. Большинство этих людей жило своей обычной жизнью, не уходя далеко от привычных мест. Время от времени, когда племя разрасталось, часть его могла сняться с места и уйти в соседнюю долину. Могли и вернуться, например, попав на новом месте в ненастье, но даже уйдя, они все равно селились невдалеке, оставаясь связанными многочисленными связями с оставшейся родней и часто встречаясь с ними, например, на сезонных праздниках, отлично подходящих для веселья, сплетен и сватовства. Невеста, как и у всех приматов, покидала родное племя и отправлялась в дальнее путешествие в семью мужа, в ту самую соседнюю долину или даже, страшно подумать, на другой берег вон той реки. Иными словами, миграция была не каким-то единственным особым событием, а долгой последовательностью малозаметных изменений. Впрочем, у нее все-таки была характерная тенденция. Миграция была неравномерной, отражающей изменения климата, вызванные изменением параметров земной орбиты. Прецессия, цикл которой длится 21 тысячу лет, меняет направление земной оси. Люди в дороге ориентировались по звездам, но от эпохи к эпохе это, вероятно, были разные звезды. Между 106 тысячью и 94 тысячу лет назад жажда путешествие у вида Homo sapiens стало настолько невыносимой, что люди пересекли весьма недружелюбный юг Аравийского полуострова и устремились в Индию. Та же история повторилась между 89 и 73 тысячами лет назад. Люди добрались до островов Юго-Восточной Азии. Затем между 59 и 47 тысячами лет назад вновь стало оживленно на юге Аравии и Азии. Настолько, что людям удалось попасть в Австралию. Наконец, между 45 и 29 тысячами лет назад была тщательно колонизирована вся Евразия, включая самые укромные уголки и высокие широты. Тогда же были сделаны первые шаги в сторону Америки, а отдельные группы вернулись в Африку. В остальное время люди тоже не сидели на одном месте, но в указанные периоды климат становился достаточно мягким, чтобы миграция оказалась наиболее успешной. Были времена, когда расселяющаяся популяция оказывалась разделена. Например, во время прохладного сухого периода, наступившего сразу после извержения Тоба, обитатели Африки были отрезаны от переселившихся в Южную Азию. Встретиться вновь им было суждено лишь через десять тысяч лет. На своем пути люди встречались с другими гомининами. Встречи были редки, исход мог быть любой. В одних случаях племена, ощущая глубокие различия между собой, вступали в схватку. В других вспоминали почти забытые связи и приветствовали друг друга, словно давно не видевшиеся родичи. Тогда они садились у костров, рассказывали о произошедшем и создавали новые семьи. Встреча с неандертальцами в Леванте обновила кровь обеих популяций. Так что у всех современных людей, в чьих жилах течет не только африканская кровь, есть немножко неандертальской ДНК. В Юго-Восточной Азии к этой смеси добавились гены денисовцев, потомков древних горцев, давно спустившихся в низины. Сейчас гены денисовцев встречаются у обитателей мест, очень далеких от горных оплотов этого вида – островитян Юго-Восточной Азии и Океании. По иронии судьбы, именно генетический подарок денисовцев, обитателей вечных снегов, исчезнувших 30 тысяч лет назад как отдельный вид, который полностью поглотила огромная волна Homo sapiens, позволил населяющим сейчас крышу мира тибетцам спокойно жить в разреженном воздухе этого края. Около 45 тысяч лет назад люди современного типа пришли в Европу, наступая широким фронтом от Болгарии на востоке до Италии и Испании на западе. До сих пор доминировавшим в Европе четверть миллиона лет неандертальцам удавалось отражать все вторжения Homo sapiens, но на этот раз бессменные хозяева континента стремительно угасали и 40 тысяч лет назад цари ледниковой эпохи окончательно вымерли. Причины их вымирания долго были предметом ожесточенных споров. Возможно, им пришлось сражаться с людьми современного типа. Неандертальцы совершенно точно скрещивались с Homo sapiens. Возможно, неандертальцы просто тихо угасли на фоне вида, который размножался немного быстрее и заходил немного дальше от своих стоянок. В конце концов, современных людей стало в Европе так много, что оставшиеся неандертальцы, отступившие в свои последние редуты, разбросанные от Южной Испании до арктических областей России оказались слишком малочисленны и слишком рассеянны, чтобы найти себе пару из сородичей. Популяции неандертальцев никогда не были большими. По мере того, как популяции становились все меньше и меньше, начинали сказываться результаты близкородственных скрещиваний и даже несчастные случаи. Для любой группы людей есть минимально допустимая численность, черта, вступив за которую, группа оказывается обречена. Ничто не оказывается столь губительно, как нехватка людей. В конце концов, оказалось проще скреститься с пришельцами. Анализ ДНК, выделенный из человеческой челюсти возрастом 40 тысяч лет, которую нашли в румынской пещере, показал, что прабабка или прадед, обладателя этой челюсти, была неандерталкой или неандертальцем. Из Восточной Европы современные люди шли вверх по Дунаю, в верховьях которого сохранились свидетельства расцвета культуры. Люди делали фигурки животных, людей, людей с головами животных и даже липных уточек, которых явно надо было вешать на стенах загородной пещеры. В огромных количествах встречаются фигурки тучных беременных большегрудных женщин, очень наглядные иллюстрации потребности в изобилии и плодовитости, что совсем неудивительно для общества, которое всегда было в считанных шагах от голода, иллюстрации и призывы к высшим силам. Изображения животных появились на стенах пещер в противоположных концах Евразии практически одновременно. В одной компании со справедливо известными наскальными рисунками в пещерах Испании и Франции находятся очень похожие изображения с индонезийских сулавеси и барнео. В них тоже скрыт ритуальный смысл. Наскальная живопись встречается, как правило, в залах с отличной акустикой. Наверняка эти изображения были лишь частью большого ритуала, сопровождавшегося пением и танцами. Достигших зрелости подростков шаман приводил в эти ритуальные залы, чтобы посвятить в члены племени. Во время ритуала подросткам мазали руки охрой или сажей, и надо было поставить на стене отпечаток ладони. Точно подпись в книге жизни, заявляя «Аз есмь». Спустя четыре с половиной миллиарда лет бездумного буйства, Земля породила на свет вид, осознавший себя. «Интересно», — подумала планета, — «чем же он теперь займется?» Глава двенадцатая. Прошлое будущего. Все счастливые процветающие виды процветают одинаково. Вымирающие виды вымирают каждый по-своему. По мере изменения климата леса становятся россыпью отдельных рощ посреди травяного моря, раскинувшегося там, где когда-то стеной стояли деревья. По мере таяния полярных шапок подъем уровня моря превращают горные вершины в острова. А что происходит с биологическими видами, упорно цепляющимися за остатки некогда обширных сред обитания? Некоторые пользуются предоставляемыми изоляцией преимуществами, чтобы превратиться во что-то новое и странное. Приходящий в голову пример — карликовые слоны и охотившиеся на них хоббиты острова Флорес. Но многие изолированные популяции оказываются слишком маленькими, чтобы выжить. Им может не хватить воды или пищи. Оставшиеся в изоляции особи могут не найти себе брачных партнеров или же окажутся вынужденными создавать пары с близкими родственниками, и популяция выбрит в результате инбридинга. Некоторые просто не смогут приспособиться и попытаются продолжать жить по-старому, несмотря на сильно изменившиеся обстоятельства. Члены популяции будут умирать из-за генетических проблем, возраста или несчастных случаев, один за другим, оставляя все меньше и меньше потомков, пока не останется совсем никого. Так исчезают популяции. В конце концов, когда все остальные популяции вида вымрут, столкнувшись в разрозненных остатках некогда протяженного ареала, каждая с собственными проблемами, последняя выжившая окажется под угрозой гибели по какой-то своей причине. Это может быть что угодно, скорее всего, совсем не похожее на глобальные катаклизмы, наподобие падения астероида или колокочующих лавовых морей. Оползень, который похоронит единственный источник пищи, или бульдозер закопает последний фрагмент ареала. Некоторые виды могут казаться многочисленными и совершенно не испытывающими угрозы неизбежного исчезновения, но при более внимательном рассмотрении выясняется, что они уже давно превысили свой лимит. Учтенный в книге жизни и их вымирание — вопрос бесповоротно решенный. Они могут быть многочисленными в своей давно освоенной среде обитания, но даже незначительное сокращение ареала может поставить их на грань. Они уже буквально обречены. Например, исчезновение бабочек на меловых лугах лучше объясняется уничтожением много десятилетий назад их исходной среды обитания, чем сокращение текущей. Про такие виды говорят, что они взяли кредит вымирания. У каких-то видов возможно снижение темпов размножения по разным причинам, и тогда скорость вымирания превысит скорость воспроизводства. Наш вид стал существенной причиной формирования условий, способствующих вымиранию многих видов, но точно так же и сам Homo sapiens беззащитен перед лицом различных угроз. Крупномасштабные вымирания прошлого настолько далеки от нас, что вычленить из общей, не очень четкой картины катастрофы отдельные причины очень сложно. Например, первичной причиной пермского вымирания были сибирские извержения, в результате которых выделившиеся парниковые ядовитые газы резко повысили температуру атмосферы и отравили воду и воздух. Однако, каким бы катастрофическим ни было это событие, сколько бы живых существ не пострадало при этом, причина смерти каждого конкретного растения или животного, каждого кораллового полипа или пеликозавра, была совершенно определенной и всегда разной. Из этих маленьких трагедий тысяч преждевременных смертей складывается массовое вымирание. Конец плейстоцена, наступивший около 10 тысяч лет назад, ознаменовался исчезновением практически всех животных крупнее собаки в Евразии, обеих Америках и в Австралии. Первичной причиной плейстоценового вымирания, возможно, стало распространение хищнического человечества. Возможно, впрочем, что основной причиной стало очередное резкое изменение климата, которыми была богата та эпоха. Но, скорее всего, обе эти причины совместно привели к гибели крупных животных. В любом случае, плейстоценовое вымирание гораздо ближе к нам, чем пермское. Следы произошедшего гораздо отчетливее и могут быть изучены более детально. Можно проследить судьбу отдельных видов. Например, всего за несколько тысяч лет радикально сократились ареалы двух знаковых видов ледниковой эпохи – большерогого оленя, которого еще называют гигантским или ирландским, и шерстистого мамонта. Стремительное угасание этих видов совпало с внезапным изменением климата и флоры, которое также было критично для растительноядных видов. Охота на этих зверей, конечно, лишь ускорила ставший уже неизбежным финал. Эти гигантские травоядные вымерли, но оставили огромное количество ископаемых останков, возраст которых несложно определить с высокой точностью, воссоздав таким образом подробную картину вымирания. Случись это в конце Перми, мы, скорее всего, вряд ли смогли бы узнать что-то помимо самого факта вымирания. Недавнее вымирание можно датировать с очень высокой точностью. Последний тур погиб в Польше в 1627 году. Учитывая количество вооруженных людей, этого следовало ожидать. Это наиболее яркий, специфический и печальный пример вымирания. Одна единственная пуля, забравшая жизнь одного единственного тура, поставила точку в истории вида, который когда-то в изобилии населял европейские леса. В отличие от тура, на момент написания этой книги северный белый носорог все еще жив. Предпринимаются колоссальные усилия, чтобы не дать меткому выстрелу отправить в забвение последних представителей этого вида. Но эти попытки тщетны. В живых остаются только две самки. Так что вымирание северного белого носорога — лишь вопрос времени. И времени недолгого. Но туры-носорог — очень разные случаи. Туры были одной из ветвей семейства полорогих, к которым также относятся козлы, бараны, разнообразные антилопы и множество других видов. Туры вымерли, но полороги процветают. Гибель тура на совести людей и, будь наши предки, чуть поздержаннее. Эти гордые животные до сих пор радовали бы наш взор. Носороги — совсем другое дело. Пережив расцвет в олигоцене, когда они, как и другие непарно-копытные, были многочисленны и разнообразны, с тех пор это семейство постепенно сдает свои позиции, проигрывая конкурентную борьбу с парнокопытными, которым принадлежал и тур. Люди лишь ускорили конец, неизбежность которого стала очевидной задолго до появления людей как вида. Прошло всего два с половиной миллиона лет с тех пор, как мир вступил в череду ледниковых эпох, которая продлится еще несколько десятков миллионов лет. Льды наступали и отступали уже больше двадцати раз, приводя к невиданным со времен эоценок климатическим нарушениям. И все только начинается. С каждым наступлением и каждым отступлением ледников правила игры меняются вновь и вновь. Одни виды вымирают, но другие благоденствуют. Те виды, что расцветают в одном цикле, могут погибнуть уже в следующем. В планете предстоит пройти еще около сотни циклов ледниковых и межледниковых эпох в этом ледниковом периоде. Homo sapiens пользуется выгодой момента. Толчком к осознанию человека и себя стала смена примерно 125 тысяч лет назад прошлого межледниковья очередной ледниковой эпохой. Наши предки воспользовались низким уровнем моря, преодолевая проливы и перебираясь с одного изолированного, но не тогда, острова на другой. Когда ледяной покров достиг максимальных размеров, около 26 тысяч лет назад, человечество плотно обосновалось в старом свете и уже добралось до нового. Только Мадагаскара, Новой Зеландии, дальних островов Океании и Антарктиды еще не коснулась нога человека, но и им оставалось недолго. Пока человек покорял Землю, все остальные виды гоминин вымерли. Хомо Сапиенс — последний, единственный оставшийся. Человек почти всю свою историю был охотником и собирателем, и как всякий хороший добытчик, знал, где лучше всего охотиться и собирать съестное. Прошло немного времени после ледникового максимума, и постоянные визиты собирателей на одни и те же места за плодами и ягодами стали фактором отбора всех растений, которые приносят наиболее привлекательные для собирателей фрукты и семена. Измельчать семена диких пшеницы и ячменя в муку и печь из нее хлеб древние пекари начали по меньшей мере 23 тысячи лет назад. Земледелие практически одновременно появилось в разных частях света в конце Плейстоцена 10 тысяч лет назад. С тех пор население Земли выросло многократно. Сейчас наш вид потребляет четверть всей продукции фотосинтеза на планете. Как следствие, гораздо меньше ресурсов достается миллионам других видов, поэтому часть из них исчезает. Впрочем, основной прирост численности человечества произошел в самое последнее время. Экспоненциальный рост населения случился буквально на наших глазах. Только с момента рождения автора численность человечества удвоилась. За время жизни бабушки и дедушки автора выросло в четверо. На фоне геологических масштабов времени взрывным ростом численности человечества можно просто пренебречь. Основные воздействия человечества на планету началось с тех пор, когда стала широко использоваться энергия сжигания угля. Это случилось во времена промышленной революции примерно 300 лет назад. Уголь образовался из высококалорийных остатков лесов каменно-угольного периода. Освоившись с углем, люди научились находить и добывать нефть, энергоемкую смесь жидких углеводородов, сформировавшуюся при медленном изменении ископаемых отложений планктона под действием теплонедр и давления растущей толще осадочных пород. Сжигание ископаемого топлива стало даже большим стимулом для роста численности человечества, чем появление земледелия, но лишь на протяжении жизни нескольких последних поколений. Важным побочным продуктом сжигания ископаемого топлива является углекислый газ наряду с некоторыми другими газами, такими как двуокисеры и оксиды азота. В результате переработки нефти начались выбросы самых разных экзотических загрязнителей от свинца до пластика. Следствием этого оказались резкий рост температуры, повсеместное вымирание животных и растений, деградация коралловых рифов по причине закисления океанов, и многое другое. Общий эффект весьма схож с последствиями прорыва на поверхность мантийного плюма, проложившего путь через толщу органических отложений. В отличие от мантийского плюма, который привел к пермской катастрофе через длинную череду отдельных извержений, нынешнее воздействие человека не будет долгим. Уже сейчас принимаются меры по снижению выбросов углекислого газа и поиску иных, нежели ископаемое топливо, источников энергии. Пик выброса углерода в результате человеческой деятельности высок, но очень узок, скорее всего, слишком узок, чтобы быть различимым в долгосрочной перспективе. Люди обитают на планете в огромном количестве столь мало времени, что, скажем, через 250 миллионов лет сохранятся останки лишь незначительного количества людей. Лишь вооружившись самым чувствительным оборудованием и следователем в далеком будущем, возможно, возможно, удастся обнаружить слабые следы редких изотопов, на основании которых можно будет утверждать, что когда-то, во времена Кайнозойской ледниковой эры, что-то произошло, но что именно, в этом разобраться им уже не удастся. Homo sapiens вымрет в ближайшие несколько тысяч лет. Отчасти причиной этого станет давно просроченная выплата по кредиту вымирания. Занимаемая Homo sapiens среда обитания не больше, не меньше вся земля, и люди делают ее все менее приспособленной для нашего же обитания здесь. Но главной причиной вымирания станет прекращение воспроизводства популяции. Пик численности населения скорее всего будет достигнут уже в этом веке, после чего начнется упадок. К две тысячи сотому году людей на планете будет меньше, чем сейчас. Люди много делают для того, чтобы избавить планету от причиненного ей ущерба и сделают еще больше, но нам осталось от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч лет. Даже сейчас человечество генетически очень гомогенно в сравнении с нашими ближайшими родственниками среди приматов. В ранней человеческой истории, судя по имеющимся данным, было одно или даже несколько бутылочных горлышек периодов резкого уменьшения размера популяции, за которыми следовал быстрый рост численности, результат того, что несколько раз за свое существование Homo sapiens оказывался на грани вымирания. Причиной вымирания станет комбинация ряда факторов низкого генетического разнообразия в результате событий нашей ранней истории, погашение кредита вымирания, обусловленного уничтожением окружающей среды в наши дни, снижение рождаемости вследствие изменения поведения и условий среды, а также растущего числа местных проблем, с которыми сталкиваются малые группы, оказавшись изолированными от своих сородичей. Ледники, тем не менее, будут еще много раз накатываться и отступать, надвигаться и отступать. К моменту следующего наступления льдов рукотворное повышение уровня углекислоты сойдет на нет, и тем внезапнее будет приход ледника. Сход айсбергов в океан, вызванный потеплением климата, особенно в Северной Атлантике, добавит океану столько пресной воды, что Гольфстрим остановится, толкнув Европу и Северную Америку в полномасштабное леденение за время одной человеческой жизни. Но некому будет ощутить ту стужу. Человечество исчезнет еще до того, как рассосется весь углекислый газ, выброшенный в результате его неистовой деятельности. Остаточный парниковый эффект будет какое-то время смягчать похолодание, которое все равно ворвется в жизнь. Первые из череды резких оледенений и теплых пауз, которые будут мелькать до тех пор, пока не уйдет вся избыточная углекислота, тогда великий кайнозойский ледниковый период наконец-то вернется к своему неторопливому ритму. Через 30 миллионов лет Антарктида в своем движении к северу сместится настолько, что теплые экваториальные воды смоют последние остатки ледяного щита. Какую цену заплатит земная жизнь за долгое галоценовое похолодание? Вымрут все наземные млекопитающие крупнее барсука. Не будет больше крупных копытных, слонов, носорогов, львов, тигров, жирафов или медведей. Практически полностью вымрут сумчатые, утконосые ехидно, яйцекладущие млекопитающие, чьи корни уходят в далекий триаз, отложат свои последние яйца. Не останется приматов, а последний из рода хомо сапиенс сойдет со сцены задолго до окончания холодов. Уцелеют некоторые мелкие птицы и совсем немногие змеи и ящерицы. Крупные рептилии, черепахи и крокодилы тоже вымрут. Как и все земноводные, грызуны сохранятся в большом количестве, но узнать их будет непросто. Семейство новых травоядных, стада которых будут пастись на освободившихся от ледников лугах, будут возводить свои родословные к мышам и крысам. Из привычных хищников уцелеют лишь самые мелкие, вроде мангустов или хорьков. Крупными хищниками станут тоже грызуны. Конечно, кроме самых крупных, наводящих ужас. Ими станут гигантские нелетающие потомки летучих мышей. Рыба в морях никуда не денется. Акулы по-прежнему будут рассекать воды, как они делали это с девонских времен. Новые виды кораллов или губок выстроят новые рифы. И в морях по-прежнему будут плавать киты. Пока. Если окинуть взглядом всю историю жизни на земле, во все ее драматичности, со всеми возникновениями и вымираниями, то станет ясно, что всеми этими процессами управляют всего два фактора. Первый постепенное сокращение количества углекислоты в атмосфере. Второй неуклонный рост яркости солнца. Основой существования практически всей жизни на земле является способность фотосинтезирующих организмов превращать атмосферный углекислоту в живую материю. Для этого большинству растений требуется, чтобы углекислоты в атмосфере было не меньше 150 частей на миллион. Эта оценка верна для растений, которые связывают углекислый газ посредством разновидности фотосинтеза, называемой С3-путь. Но есть и другой вариант фотосинтеза, С4-путь, требование которого гораздо ниже. Таким растениям достаточно лишь 10 частей на миллион. Но у С4-пути есть другая проблема, ему требуется больше энергии. Это основная причина, по которой растения предпочитают путь С3. Ситуация изменилась несколько миллионов лет назад, когда особенно в тропической саванне появились травы, усваивающие углерод, в основном по более энергоемкому, но не такому требовательному к содержанию углекислоты С4-пути. Несмотря на локальные всплески и падения, в целом тенденция на снижение концентрации углекислого газа в атмосфере Земли сохраняется уже многие сотни миллионов лет. В середине Кайнозойской эры наступил момент, когда количество углекислоты упало настолько, что естественный отбор стал благоприятствовать новой форме фотосинтеза, несмотря на ее энергозатратность. Это лишь один из множества примеров в истории жизни на Земле, когда живые существа приспосабливались к вызовам, связанным с меняющимися условиями существования. Причина таких проблем кроется в постоянном росте количества тепла, получаемого нашей планетой от своего светила, равно как в росте и падениях, в основном падениях, концентрации углекислого газа в атмосфере. Почему же углекислый газ становится таким редким и драгоценным? Ответ кроется в единственном слове — выветривание. Поднимающиеся из недр в виде гор новые породы сразу же подвергаются эрозии. Этот процесс вытягивает из атмосферы в углекислоту, эрудированные горные породы становятся пылью, которая рано или поздно оказывается в море, где оседает на дно. Когда Земля была юной, океан покрывал почти всю поверхность планеты. Подверженной эрозии суши было мало, но со временем площадь суши росла, а вместе с ней росла интенсивность выветривания. Объем затрачиваемого на выветривание углекислого газа медленно, но неуклонно возрастал в сравнении с количеством выбрасываемого в атмосферу вулканами. Одним из первых больших вызовов, с которым столкнулась жизнь, была произошедшая в промежутке между 2,4 и 2,1 миллиарда лет назад кислородная катастрофа. Всплеск тектонической активности привел к резкому увеличению темпов захоронения углерода. Углекислота стала ускоренными темпами уходить из атмосферы, мир, неукрытый больше парниковым одеялом, погрузился в ледниковый период. Земной шар на 300 миллионов лет скрылся под слоем льда от полиса до полиса. Самое сильное глобальное оледенение впервые превратило нашу планету в снежок. Суровость оледенения усугублялась тем, что тогда Солнце вырабатывало значительно меньше тепла, чем сейчас, что оказало влияние на все дальнейшее развитие жизни. Жизнь ответила усложнением. Слабо взаимодействовавшие отдельные бактерии объединили свои силы, сконцентрировавшись каждая на определенном аспекте функционирования, в котором она была лучшей, прекрасный образец разделения труда, строго по исследованию о природе и причинах богатства народов. Адама Смита Производительность завода, на котором каждый рабочий сосредоточен на определенной операции, значительно выше, чем производительность завода с таким же количеством рабочих, полностью изготавливающих вещи от и до. Точно так же клетки нового типа ядерные или эукариотические способны достичь большего, затратив меньше. Следующая большая проблема, с которой столкнулась земная жизнь, возникла при распаде суперконтинента Родиния 825 миллионов лет назад и вновь усиление выветривания, выманивания углерода и долгая череда ледниковых эпох. И вновь планета превратилась в снежок, хотя на этот раз не на такой долгий срок, как после кислородной катастрофы. Эродирующих скал стало больше, но и солнце светило уже ярче, чем за полтора миллиарда лет до этого. И вновь жизнь ответила усложнением. На этот раз эукариоты пошли дальше и собрали воедино множество клеток, образуя организм. Составляющие его клетки, словно заводские рабочие, сосредоточились каждая на своем деле. Одни на пищеварении, другие на размножении, третьи на защите. Появление животных стало прямым следствием ледникового периода, вызванного распадом родинии. Как и в прошлый раз, глобальные изменения окружающей среды вынудили жизнь пересмотреть свою внутреннюю экономику. Став многоклеточными, живые существа смогли вырастать больше, двигаться быстрее и питаться лучше, достигая высот, непредставимых для одиночных клеток. Конечно, эукариоты не смотрели на календарь и при виде даты 825 миллионов лет назад единогласно голосовали за переход к новой многоклеточной форме существования. Многоклеточные создания возникли задолго до этого момента, а одноклеточные никуда не делись и прекрасно себя чувствуют и сегодня, как и бактерии. Но после ледникового периода 825 миллионов лет назад многоклеточные существа из редкой экзотики превратились в обыденность. Миллиард лет назад над слоем слизистого ила лишь кое-где встречались одинокие слоевища многоклеточных водорослей. Спустя 200 миллионов лет морское дно было покрыто лесом слоевищ, а 500 миллионов лет назад водоросли были в непрерывном движении от множества населяющих их животных, некоторые были, видимо, даже невооруженным глазом. Точно так же жизнь готовится к следующему шагу по шкале сложности. Как бактерии, объединившись, образовали эукариот, как результатом объединения теперь уже эукариотических клеток стали многоклеточные животные, растения и грибы, так эти организмы объединятся, чтобы в последние эпохи жизни на Земле дать начало новой форме живых существ, возможностей и мощь которых мы вряд ли можем представить. Семена посеяны давным давно. Вскоре после выхода на сушу растения обнаружили, что в тесной связи с подземными грибами жить гораздо проще. Такая связь микориза объединяла грибные гифы с корнями растений. Растения делились с грибами продуктами фотосинтеза, а грибы в обмен поставляли растениям микроэлементы, добытые из глубоких слоев почвы. Большинство современных наземных растений образуют микоризы с каким-то видом грибов. Многие растения без микоризы просто не могут выжить. Гуляя по лесу помните, что у вас под ногами тесно переплетаются и обмениваются разными веществами микоризы множество растений. Все эти переплетающиеся микоризы образуют единую сеть, регулирующую рост всего леса. Лес со всеми деревьями и их микоризами единый супер организм. Грибы способны управлять жизнью на огромных площадях. Один из крупнейших известных организмов особь одного из видов опят армилария бульбоса, чьи гифы раскинулись на площади 15 гектар в лесу северного Мичигана. Эту подземную сеть нелегко увидеть, но она не просто существует. Этот гриб весит больше 10 тонн, а его возраст превышает полторы тысячи лет. Впрочем, считать это особью сложно. Нежданные все проникающие грибные гифы незримо тянутся в каждый угол и закоулок. Эта сеть вырастает до огромных размеров, укрытая слоем земли от любопытных глаз. Спустя много-много лет, когда век динозавров стремился к своей вершине, в мире растений произошла тихая революция, появились цветковые растения. Первыми цветковыми стали маленькие стелющиеся растения, обитающие у уреза воды, но вскоре их можно было встретить уже почти везде. Спустя сто миллионов лет цветковые стали основной группой наземных растений. Одним из преимуществ цветковых является их способность привлекать опылителей, а не полагаться в вопросе размножения на прихоть ветра и прочих погодных явлений. Как и много раз до и после, в случае с цветковыми растениями жизнь вновь обвела природу вокруг пальца, обратив проблемы к выгоде. Поэтому вряд ли можно считать совпадением, что цветковые растения появились одновременно со стремительным ростом разнообразия и численности насекомых опылителей, в первую очередь муравьев, пчел и ос, относящихся к отряду перепончатокрылых и бабочек чешуйчатокрылые. Предки этих насекомых существовали уже миллионы лет, но появление цветковых подстегнуло их эволюцию. Взаимоотношения некоторых растений с их опылителями настолько тесные, что они просто не могут выжить друг без друга. Например, инжир и другие представители рода фикус не могут размножаться без участия соответствующего вида ос из семейства агаонит, вся жизнь которых связана с этими деревьями. То, что мы считаем плодом инжира на самом деле дом, специально выращенный осами для себя. Подобные тесные отношения известны, например, для юкки и опыляющих ее ночных бабочек. В каком-то смысле инжир и оса бластофага образуют единый организм, неразделимый союз, как юка с юковой молью. Многие муравьи, пчелы и осы, развиваются в новое, более интегрированное состояние, независимо от их интеграции с растениями, если не считать того факта, что эволюция цветковых подстегнула эволюция этих групп насекомых. Многие представители этих групп живут гигантскими колониями, в которых отдельные особи выполняют специализированные задачи, например, по защите колонии или добыванию пропитания. Важно, что размножаться во всей колонии может только одна особь царица. Так же происходят и в многоклеточных организмах, где задача размножения возложена на небольшую отдельную группу клеток. Такие колонии являются суперорганизмами. Для них даже характерно собственное поведение, как для отдельных животных. Например, некоторые в колонии бородатых муравьев жнецов в засуху отправляют меньше фуражиров, чем другие колонии этого же вида, компенсируя это основанием большого количества дочерних колоний. Подобно человеку, муравьи находятся в тесной связи с обитающими внутри их бактериями и обитающими возле них животными. Муравьи устраивают грибные сады в своих муравейниках и пасут тлей, которых дует, чтобы получить выделяемую тлями сладкую жидкость. Социальность признак, связанный с успехом. Успех Homo sapiens можно объяснить стремлением к социальности, при которой, как и у общественных насекомых, отдельные люди, как правило, специализируются на определенных задачах. При такой организации можно накопить больше ресурсов при меньших затратах, чем могут достичь индивиды поодиночке. Много ли людей в современном мире могли бы жить с хоть каким-то комфортом, если бы им пришлось самим обеспечивать себя всем необходимым, так же и у общественных насекомых. Так было задолго до их появления, и так будет и после вымирания человечества. Преимущество от сочетания небольшого размера особи и крупномасштабной и сложной организованности постепенно будут становиться все более весомыми. Со времен, когда углекислого газа для фотосинтеза будет все меньше и меньше, такого рода взаимодействия между разными видами станут все более распространенным явлением. Отдельные особи будут становиться меньше и переходить к более эффективному использованию ресурсов, становясь участниками огромных общественных суперорганизмов. Растения станут полагаться на животных в вопросах обеспечения углекислотой и опыления. Неучаствующие в этих взаимодействиях растения в конце концов вымрут. Осы бластофаги и юковые моли своим обликом и поведением уже сейчас сильно отличаются от своих вольно определяющихся неразборчивых родственников. Растения будут образовывать все более тесные связи со своими опылителями, тем более если это будут общественные насекомые. Изменения будут ускоряться, пока насекомые не станут простыми переносчиками пыльцы и углекислоты. В итоге они окажутся мало отличимыми от микроскопических внутренних органов растения, словно митохондрия, внутриклеточная органелла, когда-то бывшая свободно живущей бактерией. Размножение насекомых полностью синхронизируется с таковым растением, они станут единым целым. Но и сами растения изменятся до полной неузнаваемости. По всей видимости, они станут подобными грибам, спрятав большую часть своего тела под землю, где эти производные стеблей и корней разрастутся в большие полые клубни. Там будут обитать производящие углекислоту симбиотические насекомые, теперь похожие больше на микроскопических червей или даже амебоподобные клетки, смысл существования которых заключается в опылении крохотных внутренних цветков. Такие растения будут лишь время от времени выпускать на поверхность фотосинтезирующие органы. Но количество доступного углекислого газа будет уменьшаться, солнечный жар усиливаться и время от времени превратиться в редко, которое в свою очередь станет теперь уже вряд ли. Впрочем, изредка растения все же будут выстреливать на поверхность маленькие цветки, чтобы проведя сеанс ветроопыления, поддерживать генетическое разнообразие. Эти же цветки будут словно маяки показывать, что еще не все потеряно. Земля по-прежнему в движении. Через 250 миллионов лет континенты вновь объединятся в суперконтинент, крупнейший из когда-либо существовавших. Как и Пангея, он расположится поперек экватора, внутренние районы будут самой сухой из пустынь, окруженные горными хребтами, титанической высоты и протяженности. Там будут признаки жизни, жизнь в море будет проще и сосредоточиться в основном в глубоководных районах. Суша будет выглядеть совершенно безжизненной, но это будет обманчивое впечатление. Жизнь никуда не денется, но добраться до нее будет непросто. Копать надо будет много и глубоко. Даже в наши дни множество живых существ обитает под землей, ускользая от внимания остальных глубже, чем корни деревьев, даже глубже, чем микоризы и грибы рекордсмены, хотя те, скорее всего, могут чувствовать этих невидимок. Глубоко под землей обитают бактерии, которые разлагают минералы и добывают скудную энергию, превращая эти минералы из одной формы в другую. Этими бактериями питаются крошечные создания. В основном это круглые черви, тип животных, на которые обращают меньше всего внимания и которым больше всего пренебрегают. Животные и растения в такой степени заражены круглыми червями, что, как сказал один ученый, если бы все живые существа на земле кроме круглых червей стали прозрачными, все равно можно было бы легко различить призрачные очертания растений и животных, людей и даже почву у нас под ногами. Жизнь в глубинной биосфере идет так неторопливо, что величавые ледники покажутся на ее фоне горцующими жеребятами. Настолько неторопливо, что едва отличимо от смерти. Бактерии растут крайне медленно, делятся редко и могут жить столетиями. По мере нагревания планеты и исчерпания атмосферного углекислого газа, жизнь в глубине начнет ускоряться. Солнечное тепло подтолкнет эти изменения, как и вторжение сверху нового типа организмов, трудно представимого объединения организмов, которые когда-то были растениями, грибами и животными, а потом стали последними упрямцами, обитающими близко к поверхности планеты. Эти суперорганизмы привлекут глубинные бактерии к делу, предоставляя тихую гавань в обмен на энергию питательные вещества, поскольку фотосинтез уже ушел в прошлое. Подобные грибницы нити суперорганизмов будут пронизывать земную кору в поисках поддержки новых существ, пригодных для включения в свой состав, до тех пор, пока однажды, ближе к концу истории планеты, все гифы всех суперорганизмов не встретятся и не сольются. Так, возможно, ближе к своему закату жизнь объединится в единую живую сущность, нежелающую склоняться перед угасанием света. Земля по-прежнему будет в движении, но уже в медленном и словно бы болезненном, ведь планета будет уже очень стара, как изнуренный артритом старик. Континентальные плиты скользят уже не так легко, как раньше. Во времена юности планеты источником конвективного тепла, приводившего в действие дрейф континентов, был распад радиоактивных элементов урана и тория, синтезированных последние секунды пылавшей когда-то сверхновой. При образовании нашей планеты эти элементы опустились вглубь одними из первых, но этот костер сгорел. Супер континент, образовавшийся через 800 миллионов лет после наших дней, будет крупнейшим в истории планеты. И последним. Континенты, чей неустанный бег был вечным стимулом жизни, почти так же часто неумолимой дланью рока, окончательно остановятся. На поверхности жизни не будет. Но даже в глубине жизни на нашей планете остался последний вздох. Последние обитатели моря, собравшиеся вокруг гидротермальных источников, погибнут, когда курильщики иссякнут. Миллиард лет спустя жизнь на Земле, которой всегда удавалось обернуть любой вызов своему существованию в трамплин для новых достижений, в конце концов угаснет. Эпилог Перефразируя сказанное когда-то совершенно по другому поводу. Карьера любого биологического вида завершается вымиранием. Сама жизнь не вечна, и хомо-сапиенс не будет исключением. Исключением не будет, но исключительным уже стал. Большинство видов млекопитающих существует около миллиона лет. Несмотря на то, что хомо-сапиенс даже в самом широком понимании нашего вида существует меньше половины этого срока, человечество исключительный вид. Мы сможем просуществовать еще миллионы лет, а можем сгинуть уже следующий вторник. Наша исключительность объясняется тем, что хомо-сапиенс, насколько нам известно, единственный вид, осознавший свое место в природе. Мы поняли, что своими действиями причиняем вред окружающей среде, и уже сделали первые шаги к сокращению этого вреда. Есть опасения, что хомо-сапиенс вызвал так называемое шестое массовое вымирание, сравнимое по масштабу с большой пятеркой пермским, меловым, ордовикским, триасовым и дивонским вымираниями, оставившими в геологической летописи след, явно различимый спустя сотни миллионов лет. фоновый уровень вымирания и естественный уровень вымирания видов в процессе эволюции, каждого по собственным причинам, действительно вырос со времен возникновения человека и сейчас достиг весьма высоких значений сам по себе. Для того, чтобы сравняться с большой пятеркой, людям надо еще пятьсот лет продолжать в том же духе, как и сейчас. Это почти вдвое больше времени, чем прошло с момента промышленной революции. Мы причинили много вреда, но пока еще есть возможность не дать большому вреду стать гигантским, что неизбежно при нашем бездействии. Пока что шестого вымирания нет. Пока что. Выбросы в атмосферу огромного количества углекислого газа, в результате деятельности человека спровоцировали глобальное потепление. Эффекты потепления уже ощущаются и оказывают заметное влияние как на здоровье и безопасность людей, так и на жизнь многих других видов. Конечно, можно сказать, что климат по своей природе изменчив. Наша планета успела побывать шаром магмы, водным миром, сплошным массивом джунглей, от полюса до полюса, снежком, под несколькими километрами сплошного льда. Поэтому попытки остановить изменения климата могут показаться примером удивительного высокомерия и нарциссизма. О подобном предупреждал король Кнут Великий своих сановников. Когда те заявили, что достойный звания Великий Монарх должен быть способен своей волей переломить естественный ход событий. Сталкиваясь с лозунгом «Спасите планету», так и хочется ответить «Остановите дрейф континентов, а лучше немедленно остановите дрейф континентов». В конце концов, к моменту появления Homo Sapiens, Земля существовала уже 4,6 миллиарда лет и просуществуют еще многие сотни миллионов лет после исчезновения человека. Такой саркастический взгляд мог бы быть оправдан только в том случае, если бы человечество не понимало, что творит. Так первые фотосинтезирующие бактерии точно не понимали, что наполняют атмосферу пусть и незначительным, но от этого не менее смертоносным количеством смертельного яда, который мы знаем под именем молекулярный кислород. Но мы знаем, что делаем, и теперь стараемся действовать более ответственно. Выбросы отжигания ископаемого топлива сокращаются по всему миру благодаря переходу на менее грязные источники энергии. Например, в третьем квартале 2019 года в Великобритании впервые было получено больше электричества с использованием возобновляемых источников энергии, чем от электростанций, работающих на ископаемом топливе. И эта тенденция будет только усиливаться. Города станут чище и зеленее. Пятьдесят лет назад, когда население Земли было вдвое меньше нынешнего, всерьез звучали опасения, что скоро человечество не сможет себя прокормить. Тем не менее, спустя полвека на планете живет вдвое больше людей, причем живет здоровее и дольше, и достатка сейчас больше, чем было раньше. Сейчас споры ведутся не об отсутствии богатства, а о проблемах, вызванных его неравным распределением. Люди начинают не так расточительно обеспечивать свою жизнь и относятся к этому с большим энтузиазмом. И пусть в среднем потребление энергии на душу населения в мире растет, но в странах с высокими доходами эта величина начинает снижаться. Пик энергопотребления в Великобритании и Соединенных Штатах пришелся на 1970-е годы. С тех пор эта величина практически не менялась до двухтысячных, когда начала уменьшаться и уменьшаться быстро. Только в Великобритании энергопотребление на душу населения за последние двадцать лет сократилось на четверть. В последнее время люди стали еще и лучше образованными. В 1970-м году только один двенадцатилетний ребенок из пяти еще учился в школе. Сейчас это каждый второй, точнее пятьдесят один процент. И по прогнозам к 2030-му будет уже 61%. Численность человечества, которую когда-то считали способной вырваться за все мыслимые рамки, достигнет максимума в этом веке и затем начнет сокращаться. К две тысячи сотому году на планете будет меньше людей, чем сейчас. Это стало возможным благодаря более совершенным технологиям и прогрессу в сельском хозяйстве. Но, пожалуй, самым важным фактором повышения качества жизни людей за последний век является расширение политических, общественных и репродуктивных прав женщин, особенно в развивающихся странах. Благодаря тому, что женщины стали хозяевами своих тел и получили право голоса в разных областях жизни, человечество удвоило трудовые ресурсы, повысило энергетическую эффективность и сократило темпы роста своей численности. Трудностей еще много, но человечество, как всегда, делало жизни до этого, вновь ответит, уже отвечает разделением труда, получая больше из меньшего. Homo sapiens, тем не менее, рано или поздно, обречен на вымирание. Здесь можно сделать оговорку, которая, впрочем, при более внимательном рассмотрении окажется самоуспокоением. Это книга о жизни на земле, и из нее следует, что однажды условия на земле станут слишком враждебными для любой жизни, какими бы ресурсами та не обладала. Но я не обсуждал здесь вопрос о выходе жизни за пределы нашей планеты. Известно, что некоторые организмы способны выдержать пребывание в открытом космосе. Но Homo sapiens, первый из земных видов, который, как всем известно, намеренно отправился в космос, создал обитаемую станцию на земной орбите и ступил на поверхность другого мира, Луны. Поэтому вполне возможно, что люди могут регулярно покидать Землю и даже постоянно жить в космосе, на других планетах или в искусственных поселениях. Сегодня это кажется маловероятным. Немногие побывали на Луне, и никто не летал туда с 1972 года. Но это как раз не причина для пессимизма. С тех пор, когда самые древние люди современного типа, обитавшие около 125 тысяч лет назад на южном побережье Африки, придумали украшения, научились рисовать и освоили лук со стрелами, к жизни пробудилась технология. Она могла утрачиваться порой на тысячелетия, но только для того, чтобы вновь вернуться в воссозданный и повсеместно распространиться. Вероятно, внедрение и использование этих достижений возможно только при достаточном количестве людей, живущих достаточно близко друг от друга, чтобы не дать угаснуть нужным умениям и навыкам. казавшиеся заброшенными полеты в космос возвращаются после долгого затишья. Не исключено, что они скоро станут рутиной. Технологические достижения сделали полеты в космос не настолько дорогим делом, чтобы его могли себе позволить только сильнейшие правительства. Космонавтики подключаются частные компании. Перспектива полететь в космос лишь для того, чтобы насладиться видами, уже не кажется научной фантастикой. На первых порах единственными клиентами станут лишь богатейшие из богатейших, но ведь то же самое происходило в свое время и с авиацией. Стоит отметить, что технологии развиваются стремительно. Например, первая высадка на Луну в июле 1969 года произошла всего лишь через 50 лет после первого трансатлантического полета на самолете в июне 1919 года. Этот полет два храбрых летчика предприняли на штуковине, которая нам показалась бы дышащим наладан нагромождением холстин, деревяшек и мотора от газонокосилки, смотанных на скорую руку первой попавшейся проволокой. И тем не менее, удел человечества вымирания, даже если однажды мы отправимся к звездам. Наши далекие колонии будут крошечными форпостами, разделенными необозримыми космическими далями. Многие из них погибнут от малочисленности и близко родственных скрещиваний. Выжившие же колонии постепенно превратятся в новые биологические виды. Это не выход. Какое же наследие оставит после себя человечество? В масштабах существования жизни на Земле никакого. Вся человеческая история, такая короткая, но яркая, все наши войны и вся наша литература, принцы и диктаторы в своих дворцах, вся радость и боль, любовь и мечты, все наши достижения, все это оставит лишь слой сантиметровой толщины в будущих осадочных породах, но и он будет смолот дождями и ветром в пыль, постепенно оседающую на морское дно. Тем существеннее, тем важнее сохранить то, что у нас есть и сделать остаток нашего существования настолько комфортным, насколько это только возможно. Создатель звезд Олафа Степлдона 1886-1950 пожалуй, наиболее дерзкое произведение в жанре спекулятивной фантастики. Временной масштаб описываемых в этом романе событий подавляет настолько, что мало кто хотя бы слышал об этой книге, хотя сама по себе она довольно короткая. В ней описывается история нашего космоса, которая, согласно книге, разворачивалась на протяжении более чем 400 миллиардов лет, и это только в одной из нескольких вселенных. История человечества занимает всего лишь один параграф. Главный герой книги выходит из своего коттеджа после ссоры со спутницей жизни. Когда он сидит на склоне холма, его посещает видение, будто его перенесли в космос. Встречаясь с другими путешественниками, он становится участником сообщества душ, на долю которых выпало множество приключений. Пока собранные теперь в космический разум, они не сталкиваются с создателем. Оказывается, наша вселенная лишь набросок, какие во множестве разбросаны по мастерской творца. На подходе уже новые, более совершенные вселенные. По возвращении домой герой размышляет о своем путешествии. Не стоит забывать, что Степлден, хотя и был убежденным пацифистом, успел воочию узреть ужасы войны, работая в санитарной службе друзей на Западном фронте. Создатель звезд впервые был опубликован в 1937 году, когда мир уже скатывался в пропасть военного конфликта, о чем герой рассуждает в прологе и послесловии. «Как?» восклицает рассказчик, «Как может обычный человек столкнуться с таким нечеловеческим ужасом?» Он предлагает два путеводных огонька. Первый маленький мерцающий атом нашего сообщества. Второй словно бы противоречащий первому холодный свет звезд, в свете которого меркнут даже мировые войны. Герой заключает, это может показаться странным, но уже сейчас не только можно, но и нужно принять хоть какое-то участие в этой борьбе, в этом кратком усилии ничтожных животных, стремящихся добиться просветления своей расы прежде, чем для них падет окончательная тьма. Так что не отчаивайтесь, земля пока вертится и жизнь на планете изобильна и энергична.